Нифига себе, меня смотрят. Привет всем, дорогие подписчики, с вами Дмитрий. Давно я не делал роликов на влог-канале, очень давно, извините, пожалуйста. Но, к сожалению, за тремя каналами очень тяжело следить, как оказалось. Особенно, особенно, когда у тебя не очень много времени свободного. Много причин по этому поводу, но я, наверное, не буду говорить, потому что они достаточно личного характера, и не только, и на работе много дел, и вообще оффлайновая жизнь, она, короче, конкретно меня затянула. Поэтому я сейчас сосредоточен больше на основной канал делать ролики, чтобы они выходили регулярно, так скажем, насколько это возможно, для нашего канала. Миха сосредоточен на втором канале, на игровом, а третий канал мы будем использовать, чтобы заливать сюда какие-нибудь необкатанные проекты, например, или песни, которые я не уверен, что готов выкладывать на основной канал. Вот. Например, я хотел сюда выложить песни, которые я сочинял с самого начала моей творческой деятельности, скажем так. Самый-самый первый, который песню я начал сочинять, чтобы показать вам, что сразу песни хорошие не напишутся. То есть нужен определенный опыт для того, чтобы песня получилась. Наверное, этот блог будет посвящен именно этому. По крайней мере, начало. По поводу моих первых композиций, песен, почему я хочу их выложить, я хочу показать вам, что не сразу все было хорошо, и нужно пройти некий путь от говна до конфетки. Такая аллегория, я не знаю. Может быть, многие скажут, что я сейчас делаю не очень хорошие песни, но по сравнению с тем, что было раньше и что есть сейчас, это небо и земля, я вам реально говорю. Так вот, когда я начинал писать песни, а это случилось, как только я пошел учиться на гитаре играть, то есть я когда выучил 2-3 аккорда, у меня сразу же потекли песни. То есть я начал сочинять что-то. И хорошо, что у меня был критик. Мой критик – это мой отец. Я ему показывал свои песни, и он такой делал вот это вот. Такое вот лицо знаменитое, да, знаменитый мем. Но тогда еще никто не знал про эти мемы, хотя фильм «Стартрек», конечно же, уже к тому времени вышел. Он делал вот такое лицо, тем самым показывает, что не, не чувак, это не то, что нужно. А я-то думал на то время, что мои песни, они вообще великолепны, что я порву, я поеду в Москву, я прорвусь там, стану, блин, круче, чем Рома Зверь, или еще какая-нибудь поп-группа, поп-рок-группа. И огромное спасибо, конечно, моему отцу, что вот он не дал плохим композициям увидеть свет, скажем так. То есть я на него очень сильно злился. Я думал, что мои песни, они супер-пупер крутые. А будет вам известно, у меня сочинено примерно 4 тетрадки по 48-96 листов исписано моими песнями. То есть вы представляете, как много песен было сочинено мной, как много говна, пока не стало получаться что-то хорошее. Это я к тому, что не нужно отчаиваться, нужно делать, нужно обладать либо очень хорошей самокритикой, либо обязательно человеком, который будет вас критиковать. Причем таким ядреным. Так вот, к чему я это все говорю? К тому, что я в одном из роликов, скорее всего, буду исполнять вам кусочки этих песен, чтобы показать, как я говорил вначале, что все с чего-то начинали. И слава богу, что я никуда не выливал вот это говно, потому что не было ни Ютуба, ни интернета как такового. Я вот это вот говно не выливал. Оно как у меня осталось в тетрадках, так оно и осталось. Я только вам покажу, зрителям влог-канала. А другим не буду показывать, потому что мы с вами. близкие друзья, как я считаю. Потому что вы меня смотрите, а этот канал, я считаю, таким очень личным. И плавененько, а может быть не очень, я хочу перейти к следующей теме нашего с вами разговора, одностороннего, но это пока. В конце я буду читать ваши вопросы, поэтому будет уже двустороннее общение. Тема 1 апреля и 1 апрельского ролика. Я хочу вам сказать огромное спасибо, огромнейшее спасибо тем, кто просёк фишку, просёк шутку. И я заметил, что лайков в этот раз больше, чем дислайков, больше, чем в прошлом ролике. То есть люди, видимо, выросли и поумнели за год мои подписчики. А может быть, те отписались или просто перестали лайкать видео и смотреть моё видео. Но это очень здорово, потому что мне уже третий год подряд приходится в влогах объясняться перед зрителями, зачем я сделал ту или иную шутку. Меня это немножечко напрягает, потому что, не знаю, мне кажется, что это неправильно. Но тем не менее, зачем вообще разыгрывать? Ну, потому что это стало уже приятной традицией нашего канала. Кто совсем-совсем олдфаги, кто с самого начала, кто с первого литерала GTA V и со стоп-гейма пришли, те, наверное, помнят, что Assassin's Creed 3 сначала вышел в версии литерала про Палмалиев. Кстати, это был первый рекламный литерал, существующий в мире. То есть я создал новый жанр, рекламный литерал. Уху! Сейчас дело как Паша Микус, блин. Так вот, первый рекламный литерал придумал я, потом уже через несколько-несколько лет только Тоби сделал такой же. Конечно, круче, но это уже другой вопрос. Зачем я и сделал? Потому что был огромный ажиотаж по поводу Assassin's Creed 3. Сделали литерал на Assassin's Creed 3. Прямо все давили со всех сторон. Никита уже, по-моему, тогда сделал свой первый литерал, который был, мягко сказать, не очень, но он сам об этом знает. И все мне писали, вот, смотри, вот он сделал, а ты что не можешь делать? Вот, так что мне это надоело уже даже к тому времени, хотя я только-только начал, можно сказать, подниматься, а мне уже все уши проружжали по поводу Assassin's Creed 3. Сделали литерал на Assassin's Creed 3. Вышел такой прикол. Не очень хороший, я считаю, потому что у нас тогда не было партнерки, и мы не могли там нейлы ставить, превьюшечки. Поэтому мы на превьюшечке немножечко спалились. К сожалению. Второй год существования нашего канала я сделал, считаю, вообще суперский розыгрыш над шкалой литеральщиками, которых развилось очень много. Ну, опять же, это издержки, наверное, популярных каналов. То есть, когда появился 100500, начали появляться обзорщики видео, причем на фоне ковров, на фоне диванов, на фоне стульев, подъездов, на плохие камеры, на улице, где только не обозревали видео. И эти видео потом еще обозревали другие блогеры, например, как Андрей Енифенов на этом поднялся, на обзоре таких видео пародий на 100500, например. Поэтому, наверное, это издержки популярных каналов. То есть, когда появляется что-то популярное, школьники, и не только, начинают это копировать. И ладно бы копировали хорошо, и ладно бы придумывали новое что-то, привносили в идею разнообразие и делали это круче, лучше, интересней. Но, к сожалению, такого нет и не предвидится. Ну, вот сколько существует мой канал, 3 года так активно на российском сегменте Ютуба, но вот круче ничего, чем Никита делает с литералов, я, к сожалению, не видел для себя. И мы с ним насчет этого тоже общались достаточно недавно. Говорили о том, что было бы здорово, если что-нибудь интересное появится. Просто действительно классное. Как, например, украинский литерал на Mass Effect 3. Но это не совсем их литерал, потому что они просто Тоби перевели. Но это сделано очень клево, качественно. Если такое что-то появится, я только поаплодирую. Те ребята, которые меня скидывали в личку, зацени, оцени, посмотри, прокомментируй, покритикуй. Они все свои ошибки знают, потому что я им честно, объективно писал, что не так и что нужно сделать лучше. Но пока я не вижу прогресса, рост. Опять отвлеклись от темы, и мы говорили о розыгрыше 2013 года. Шкала литерал. Куча дизлайков. Многие не поняли. Там половина дизлайков, половина лайков. Но многие оценили. И это тоже очень круто. Я не ожидал, что будет такой подхёрт. Я думал, все поймут, к чему это все сделано было. Видимо, я перестарался с высокими нотами. Типа, ааа, кораблик и все такое. Наверное, не надо было так сильно. И тут 2014 год. Я подошёл к этому году во всеоружии. Этот ролик я готовил. Он у меня в голове был. Наверное, ещё с октября месяца. То есть задумка уже была. Сделать самый короткий литерал в истории. У меня получилось. Самый короткий литерал. Сколько там секунд? Он длится, если вырезать всю рекламу. О которой мы поговорим попозже. Чуть-чуть попозже. 5 секунд. 5 секунд литерал. Халк Лайф, потому что все его ждут. Я его жду. Очень жду просто. Поэтому постебаться над этой темой вечной... Я надеюсь, что не вечно. Я надеюсь, что он когда-нибудь выйдет. Но грех не постебаться был. Поэтому я выбрал именно эту игру. Дальше. Самое интересное. Реклама. Если первый год, 2012-й, я стебался над вами, подписчиками, что вы очень ждали литерал на Assassin's Creed 3, в итоге вы его получили. Второй год я стебался над шкалой литеральщиками, попугайчиками, да. То третий год я постебался над собой. Это самоирония. Потому что литералы становятся короче, рекламы становятся больше. И это чистая самоирония. То есть я так над собой постебался. Ну и не только над собой, а вообще над всеми блогерами. Потому что я замечаю, что сейчас это везде и повседневно, на каждом канале это происходит. Ничего в этом плохого нет. Просто поймите, что людям тоже нужно хлебушек кушать и на машинках кататься. И не знаю, в отпуск летать. Ладно, хлебушек кушать я преувеличил. Действительно, деньги есть. Но, опять же, я не фанат краудфайдинга, или как это называется. Я не смогу собирать деньги на литералы. Ну, потому что никто не будет мне их скидывать. Поэтому кручусь как могу. И я уже говорил о том, что я хочу снять крутой клип. И он уже в процессе, можно сказать. То есть у меня уже аранжировка готова. Она офигенная. Сейчас поставлю кусочек из нее. Она офигенная. Мне очень нравится, что мы там придумали с аранжировщиком. Клип буду снимать, наверное, на следующей неделе. Если получится договориться с тем местом, где я хочу снимать. То есть то, что я получаю дополнительно, это все идет на развитие. В той или иной мере. Это очень здорово, я считаю. Ну, а вас прошу понять, простить, потерпеть. Лайтнуть, перейти. Ну, я не знаю, что вы там обычно делаете, когда видите рекламу. Закрыть. Ну, лучше понять, конечно, саму рекламу. Наверное, самое, что я хочу, чтобы это поняли. И я вижу, что люди привыкли, и люди нормально на это реагируют. Становится меньше комментариев. Опять он ставил эту рекламу. Ну, почему именно эту рекламу? Почему именно это приложение? Потому что других приложений, которые готовы спонсировать как-то, нет. Не знаю, не предлагают. Если предложат, то посмотрим, рассмотрим. Конечно же, будем. Так вот, весь этот ролик на 1 апреля, он просто весь пропитан самой иронией. Начальная реклама. На начальной рекламе очень толсто. Я бы даже сказал, я специально сделал так толсто, что магазин Самков Стим. Вам не надоела реклама про магазины ключей Стим, которая идёт с каждого канала, с каждого просто? И я запарился. То есть, если вы перейдёте на этот магазин замков, нажмёте «Купить замок», вы реально сможете его купить, только не за деньги, естественно. Я не настолько пал, чтобы на деньги вас разводить на 1 апреля. То есть, всё работает. Рабочий сайт, я его сам создал своими руками. Но это было несложно, но всё равно. То есть, вы туда зайдёте, вы там можете покликать. Опять же, купить этот замочек, как бы условно купить, он бесплатно скачивается. В конце реклама, ну, на неё больше перешли. Там, потому что и просмотров много, и комментариев много. Там понятно, что люди эту шутку просекли. Опять же, это просто шутка. И я ни в коем случае не против летсплейщиков или ещё что-то. Но просто мне показалась забавной ситуация, когда летсплейщик осознаёт, что он делает что-то не так, и сама ликвидируется, скажем так. И мне показалось, что это забавно. Если кому-то не понравилось, ну, окей, чё. В принципе. Вот сейчас я смотрю. У ролика 40 тысяч просмотров. И 5,5 тысяч лайков на 900 дислайков. Круто. По сравнению со шкалой литералом, небо и земля. Это здорово. Так, про 1 апреля я рассказал. Про сочинение песен я рассказал. Теперь анонсы. Самое интересное, что вас ждёт. И тут есть небольшой нюанс. Я сейчас делаю литерал. Вы в группе, кто состоит в группе ВКонтакте, я надеюсь, все состоите. Там идёт счётчик, насколько он готов. Он весьма относителен. То есть я сам решаю, сколько процентов. Примерно, на сколько процентов готов тот или иной продукт. Вы все ждёте сказку, но, к сожалению, опять же, у меня сейчас время поджимает. Потому что мне нужно выпустить литерал в ближайшее время, так как это сейчас актуально. Он по актуальной теме. Поэтому сказка немножечко откладывается, подождёт. Я помню, она у меня всё время в планах стоит. Но я постоянно её переношу уже не знаю, сколько месяцев. Ну, 2 месяца точно, к сожалению. И уже всё поменялось. Вроде бы я должен был написать и написал один сценарий. А потом всё так перелопатилось, что этот сценарий уже не подходит, потому что ситуация изменилась. И сейчас он уже в другом виде. И я уже даже не знаю, что кошмар просто какой-то с этой сказкой. Опять же, но она выйдет. Я обещаю, что всё, железно. Апрель надо выпускать. Надо её выпускать. Опять же, клип готовится, сказка готовится. Клип, я надеюсь, вам тоже понравится. Очень-очень серьёзная песня. Таких не сочнял. Наверное, даже «Я не хочу воевать». Ну, она тоже серьёзная. Но это посерьёзнее. Я её раньше написал. Ещё более грустная, что ли. Ну, не знаю. Сами посмотрите, поймёте. Так же готовится проект на игровой канал. Очень крутой. Мы, по крайней мере, с Михой считаем его очень крутым. Почему на игровой? Потому что игровая тематика. Но вот такого никто не делал. Именно в таком формате, который мы придумали. Мы не видели ничего подобного. И мы возлагаем... Не, мы ничего не возлагаем. Никаких надежд на этот проект. Просто надеемся, что он вам понравится. Потому что идея интересная. И никто этим не занимался. Да, что-то долго я с вами заговорился. Ответы на вопросы я сделаю отдельным роликом. Следующим. На влог-канале. Спасибо большое, что смотрите наши каналы. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Будет еще много всего интересного. А, да. Конечно же. Конечно же. Еще последний момент. Сочиняй вместе. Если вы хотите, чтобы этот проект дальше продолжался. Пишите в комментариях. Делай, сочиняй вместе. Бери, сочиняй вместе. И на основном канале. Так уже быть. С удовольствием. Какой там так уже быть, так сказал. С удовольствием начнем сочинять новые песни. Вместе с вами. А с вами был Дмитрий. Каламбур какой получился. До новых встреч. Пока-пока.